Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что, конечно, книжка так себе... Серьезно скажу... Черт, но условия... Мне так все говорят... А я... Мне она нравится... И я... Соответственно, сегодня попытаюсь вам донести... Почему она мне нравится... Поделиться, так сказать... Удовольствием от собственного... Творчества... Вот, значит, что сделаем... Я вам, наверное, почитаю... Маленькие истории... И расскажу... Зачем они... Вообще нужны-то... Ну вот... У кого будут книжки в руках... Те смогут следить за этим... А другие будут на слух... Я, наверное, сяду... То читать стоя, как этот... Значит... Ну вообще, что это за... Это на самом деле очень провокативная книга... Вот... Я же небольшой любитель философии... Если кто не знает... Вот... Я с ней воюю... Вот... Я перенял эту традицию... От моего любимого философа... Людвига Виткинштейна... Который говорил... Зачем вы философствуете... Идите, лучше поработайте... Ну вот... Это было серьезно... Он так... У него... Ну вот... Значит... Идите, поработайте... И он реально студентов своих выгонял... Говорит... Идите, работайте... Потому что... Что такое философия, считал Виткинштейн... Он считал, что это... Языковые игры... Мы с вами играем постоянно... Какие-то слова... Друг дружкой, значит... Мы как птички обмениваемся... Думаем, что в процессе этого обмена... Произошла какая-то реальная коммуникация... И это полная чушь... Ну вот... Все, кто читали другие мои книжки... Они понимают... Что это, в общем... Я разделяю подобную точку зрения... Вот... Мое счастье состоит в том, что... Ничего, что я так вот гужу как-то... У меня ощущение, что я в этом... Не бот, а бот в колодце... Ну... Да... Вот... И... Мое счастье состоит в том, что к философии я пришел... Изучая... Психотерапию... Вот... Ну, у меня были больные... У меня было отделение... Вот... И, соответственно, я... Через этим... Изучал много всякой разной литературы... А тогда психотерапии вообще... По литературе, по психотерапии было... Шаром Пагатин... Это было начало 90-х годов... Там Фрейд был... Вот это все... Ну, Фрейдом-то не вылечишь же все... Вот... И приходилось читать все подряд... Вот... И, соответственно, я стала читать много всякой разной философии... Что-то будет лучше... Или... Не знаете... Не будет... А вы держитесь? Нам нормально... Да, вам нормально... Ну, снова... Значит, вот... Да... И я, соответственно... Придя, смотрел на нее уже критическим взором... Обычно на философию смотрят как? Так... Снизу вверх... Это такая царица наук... Мать там... Значит... Капири-мать... Все... А на самом деле... Что такое философия? Философия это просто способ, которым люди на протяжении очень длительного времени пытались объяснять мир, который был им непонятен, потому что у них не было науки. Но она всегда была такая, что это было недостаточно для того, чтобы объяснить происходящее. И, соответственно, философы, они объясняли социальные отношения между людьми. Они объясняли, как... Что в мире вообще, вот как он устроен, вот... Что по эту грань, что по ту и так далее. Вот... И это были просто объяснительные модели. Вам все очень хорошо, да? Вот... И объяснительные модели, по сути дела, с родними религиозными, но без Бога. Андрей Владимирович, можно по-английски? Я сейчас пишу книгу, она называется «Четвертая мировая война». Вот, как нас победит искусственный интеллект. И я вам должен сказать, что он нас никогда не победит, потому что мы не сможем его создать. У нас где-нибудь что-нибудь замкнет, обязательно, и будет гудеть в колодце. Да, значит... Да, и философы объясняли. Это была, по сути дела, религия, но такая светская. Ну вот, хотя у многих философов, как вы знаете, Бог прекрасно присутствует. У Гегеля он, там, абсолютный, вот этот дух, который, там, водами, значит, там, крутится-вертится. Значит, ну, вот такое трансцендентальное пропаканту, понимаете? Вот, тоже что-то такое, какой-то абсолют стоящий за, значит, всем, с чем мы имеем дело. У Спиноза, например, Бог очень красивый, он хитрый был. Он был еврей, вот, а его выгнали. Он, ну, пытался им, как бы, объяснить, что он думает, вообще не стоит. И говорят, иди вон. Вот, он ушел. И дальше оказался в ситуации, что надо как-то философствовать. А тогда очень были всякие эти, эти, ну, институты религиозные были, ух, такие, нехорошие. Могли сделать неприятные. Вот, Декарт, он скрывался, бегал, понимаете, от всех. Герой войны, так сказать. И то пришлось бегать, потому что вот это коги-то сум, понимаешь, и все, уже опричника. Перед ней, как это, отступник, и все. Вот. Спиноза тоже вот. И он хитро придумал, говорит, а давайте все, Бог. Бог вообще все. А теперь я вам расскажу, как это все смоделировать. Ну вот, в общем, короче говоря, прыгали они как могли, потому что пытались найти модели сборки реальности. Как вот так себе представить этот мир? Но наступил 20-й век. 20-й век, это, конечно, я вам должен сказать, ну и отошкли. И вот. Войны, концлагеря, значит, гулаги, чертов ступи, атомные бомбы, газовые, а газовые атаки, химоружие. Ну вот. Ну, плюс немножко хорошего. Обезболивающие, антибиотики, немножко медицины. Ну вот. И стало понятно, что прежняя философия просто позор. Стало это становиться понятно перед этим. И поэтому такое направление было. Философия вот экзистенциализм, который начался с Ницше, начался Киркегора. Вот. И дальше вот он, собственно говоря, развивался. Вот. Возникла фемиология, которая так и не смогла состроить, достроить свое здание. Возникла такая метафизика экзистенциальная, типа Хайдеггера и других таких крупных товарищей, потом Сахтера во Франции и так далее. Но это все, конечно, было слабенько. Ну, очень хорошие. Ой, они мне нравятся. Это я называю, потому что их люблю. Ну вот. Но с точки зрения задач, которые стоят, слабо. Ну, понимаете, если все можно объяснить на уровне мельчайших. Понимаете, можно ДНК, понимаете. Эти бозоны, эти химические реакции, все. Все можно объяснить, зачем какая-то дополнительная философия. Ну вот. Но традиция есть. И традиция, я вам должен сказать, очень хорошая. Потому что вот сколько мы не ругаем, мы так философию, это хорошо ругать отсюда, когда мы уже в курсе. В курсе дела. Все понимаем. А тогда это, во-первых, было очень важно, потому что это, в принципе, позволяло как-то структурировать представление человека о мире, в котором он живет. И потом эта практика интеллектуальная позволила создать большое количество разных схем работы с информацией. Вот, например, Спинозу я вам напоминал. Вот. Его обожал, например, Выгорский. Лев Семенович, великий наш, просто, да? Не расставался с Томом. И я понимаю его, потому что то, как Спиноза описывает эмоции, как он это все собирает, потребности, ваши желания и так далее, это величайший интеллектуальный труд. Или, например, Эйнштейн. Он обожал Юма. И я вам должен сказать, что вот у меня нет доказательств. Ну вот. Но мысленные эксперименты, с помощью которых Эйнштейн, собственно, достигает своих невероятных прорывов, если вы почитаете трактат от чеческой природы Юма, то вы увидите кучу таких мысленных экспериментов. Он нашел ход некий интеллектуальный, который позволил ему думать уже в области науки. И в этом смысле философия, как бы, из вот этой вот объяснительной такой истории, такой мифологии, такой понятийной, она трансформировалась в мышление о мышлении. У Мордашвили есть, кстати, такая, по-моему, даже книжка. Может, вру. Ну, по-моему, да. Так и называется. Мышлением. Или это лекции на Борову. Да. И, конечно, первым, кто революционно, так сказать, ударил по этому столу, был тот самый Людек Бинштейн, про который я вам говорю. И он сказал, что все философские проблемы – это проблемы языка. И если вы разберетесь, в чем там игра, какие слова, понятия, с чем играют, то вы увидите, что никаких действительных философских проблем нет. Значит, ну, только я называю книжку «Самоучитель по философии». Значит, философских проблем нет, а философ... А что-то... Самоучитель есть. Ну, вот. Это не просто так. Это потому что... Это потому что... Это... Философия – это наука о мышлении. Вот. Уже сейчас я занимаюсь, конечно, методологией. Вот. Это не просто о мышлении, а это о том, как использовать наши знания о мозге, чтобы понять мышление и, соответственно, как думать наиболее эффективно. Вот. Но вот при тече этому – это, конечно, самоучитель по философии. А, философия как таковая. С Витгенштейном и его так называемым лингвистическим поворотом. Вот. Ну что? Вы скучаетесь, да? Скучно, я рассказываю. Не знаю. Я не знаю, как это весело рассказывать. Ну вот. Ну, давайте я там почитаю что-нибудь вам, да? Как вы смотрите на это? Да. Значит, вот, смотрите. Я тут заложу, чтобы с чего-то начать, по крайней мере, и хоть у вас какой-то интерес так удерживать в этом процессе. Страница 29-ая. Кто в Инстаграме знает такую картинку, я размещал. Вот. Значит, это картинка. Кстати, вот, книжка хороша тем, что она иллюстрирована. Иллюстрирована замечательной художницей, моим другом Ольгой Кордюковой, которая нашла, конечно, совершенно тонкие и неизящные образы, которые позволяют, как бы, проникнуть в суть этих историй. Ну вот. Ну, сейчас там, как бы, суть нету, я описываю, как есть. Вот. Значит, что я рассказал вам сначала, что мне очень повезло, что я начал изучать философию, встретившись с психическими больными. Я с первого курса, мне было там 16-17 лет, ходил на клинические разборы. И вот юным студентам и, ну, слушателям, и там, профессорские разборы, соответственно, там все остальные были, сотрудники кафедры, показывали сложные случаи. И вот, когда вы ничего не понимаете про медицину, про психиатрию, и вам показывают психического больного, это производит очень сильное впечатление. Вот. Значит, потому что он видит какие-то вещи, которых, ну, вы уверены, говорите, что их не существует, да? Он видит какие-то взаимосвязи между людьми, вот, что за ним следят, там, что он Христос, например, такие бывают, или там еще что-то, что над ним эксперименты ставят, например, инопланетяне или вот раньше КГБ. Вот. Все прослушивает, вода капает, а в воде сообщается ему важная информация. Вот. И как вы это сталкиваетесь, вы думаете, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это первая мысль. Вот. А дальше, если вы думаете чуть дальше, вот, это вы понимаете, что это все его мозг делает. Если вы думаете еще чуть дальше, спрашивается, а вот то, что ваш мозг делает, собственное, вроде бы здоровое, это тоже под вопросом, вот, но вот то, что он делает, это насколько это все состоятельно, да? Значит, и поэтому первую историю, которую я написал, это был 1995 год, я как сейчас помню. Вот. И она мне показалась очень забавной. Семен Семен Семенович никогда не видел мандаринового дерева. Он воображал себе мандариновое дерево, но не узнал его, когда увидел. Семен Семен Семенович расстроился и застрелился. Виноваты ли в этом мандарины? Значит, в чем, как понимать такие истории, эти вот полухармсовские, полукаановские, я надеюсь, истории? Значит, мы с вами живем в конструкции, что мы все представляем. Мы живем в системе собственных представлений. Даже другие люди, с которыми вы взаимодействуете, это ваши собственные конструкты, которые вы создали мозгом. Потому что от другого человека вы же никакой объективной информации не имеете. Все это вы реконструируете, придумываете его, придумываете его характер, его сущность, его фундаментальная ошибка атрибуции. Вносим в него, атрибутируем ему разные качества, и так далее, и так далее, и так далее. И верим в это. Потом вдруг этот человек делает что-то, изменяет вам, предает вас, оказывается, что врал перед этим, и еще что-то. И вы такие, боже, мандариновое дерево не такое, как я себе его представляю. Пойду застрелюсь. Сильно вас разочаровывают же другие люди, правильно? То есть образ мандаринового дерева – это все, с чем мы имеем дело. Это всегда набор наших представлений, но реальность время от времени вырывается в нашу жизнь. Вы это потом загладите. Вы скажете, нет, я все правильно про него или про нее думал. Я всегда подозревал, что что-то не так. Но просто я очень хорошо отношусь к людям, и так далее. И поэтому я должен был дать шанс. Как мы себя собрем, это другое дело. Значит, и, соответственно, если вы подставляете вместо слова «мандарины» реальность или другого человека, то прочитайте эту историю с такой текстом. Семен Семенович никогда не видел этого человека, реального. Но воображал себе этого человека, как все мы делаем по отношению к тем людям, с которыми я им делал. Но не узнал его, когда увидел, потому что он оказался не такой, как в воображении. Семен Семенович расстроился и застрелился. Виноваты ли в этом мандарины? Виноват ли в этом этот человек, что он такой, какой он есть, и он не соответствует нашим ожиданиям и фантазиям? Виновата реальность ли? Реальность, что она не такая, какая она есть, в соответствии с вашими представлениями и фантазиями. Это вопрос на подумать. Собственно, для этого книжка и задумывалась, как самоучить. Но, по-моему, прикольная, я не знаю, мне очень весело. Ну вот, значит, ну, дальше. Вот. Это, я надеюсь, странный вам покажет этот текст. Я буду отклинить бумажки. Вот, значит, смотрите. Семен Семенович ждал. Время тянулось из окна в дверь. Сорка третьей странице. Он пересел напротив. И оно потянулось из двери в окно. Просто там теперь больше шумят. Подумал Семен Семенович, глядя на дверь. Что такое субъективность? Ну, когда такое читаешь, думаешь, что автор сошел с ума или что-то, да, неприличное. Но на самом деле, для того, чтобы понимать эти истории, часто нужно идти от вопроса. Ну, формально речь идет о чем? Формально речь идет о том, что действительно у нас субъективное восприятие времени, пространства и так далее. Время делается нашим мозгом. Если вы впадете в депрессию, то время будет течь на вас медленно. Если вы будете испытывать тревогу, у вас мысли будут так колыхаться, время будет скакать быстро. Субъективно. Вот, вам кажется, когда вам 25 лет, или 20, вам кажется, что 44, это очень долго. Мне тут сейчас стукнет. Я вам должен сказать это мгновенно. Значит, да. Значит, вот если говорить совсем примитивный первый уровень снятия этого дела, то вы обнаружите, что такая фундаментальная категория, как время, субъективно, и это огромный большой философский вопрос. Кто-то, может быть, читал, у меня есть книжка, называется «Складка времени», где я рассказываю, потому что существует куча всяких разных. У того же Хайндегера есть совершенно прекрасное рассуждение о времени, это целый том, где он объясняет понятие скуки, как вот это состояние времени. И у большинства философов они все пытаются это время как-то схватить, объяснить и понять. И это такая фундаментальная, абсолютная вещь, которая лежит в основе, казалось бы, нашего мироздания. Понимаете, еще Канта возьмите. Тратранс, время, протяженность, понимаете, вот это еще, если это карта брать и так далее. В общем, время такая вроде бы настоящая штука. А оказывается, что она вот повернулся из окна в дверь, и смотришь в окно, тянется туда, и вроде бы долго, а повернулся сюда, и тянется сюда вроде бы быстро, да? А она оказывается такая ненадежная, да? И дальше возникает вопрос, что философия стоит на таких вот штуках, которые могут подвергнуть сомнению. Вот вы думаете, что вы живете в пространстве, да? В трехмерном, да? Это вот просто, это ошибка во всех пунктах. Потому что, значит, во-первых, все пространство делается в вашей теменной дозе. Вот это ощущение объема. Вы его никак не ощущаете. Вы где объем чувствуете? Вот если вы возьмете и начнете чувствовать вот так, вы почувствуете объем. А сейчас вот вы меня видите в 3D или в 2D? 2D, правильно, вот здесь подготовленный зритель. Значит, почему? Потому что у нас с вами плоская сетчатка. Сетчатка вашего глаза, она плоская. И фотоны, которые падают туда, они падают на плоский экран. У вас в глазу, вы ловлю митей, плоские экраны. Не 3D. Но мы живем с вами ощущение пространства. И мы верим в это. И это одно из базовых вообще всех наших размышлений. И оказывается, даже его можно подвергнуть сомнениям. Вот вопрос. Что такое субъективность? И когда вы задаетесь этим, и вы понимаете, что даже фундаментальные вещи субъективны, вы понимаете, что эти фундаментальные вещи, в которые мы верим, не есть корректное описание реальности. И тогда вы можете задуматься, а сколько вообще измерений? Ну, если предположить их наличие. И дальше выясняется, что этих измерений значительно больше трех, чем собрала ваша теменная доля. И вот это способ, которым вы побуждаете себя сомневаться для того, чтобы пробудить поисковую активность. В противном случае вы просто не будете дальше двигаться и развиваться. В элементарных вещах. Значит, ну и субъективность. Если отвечать на этот вопрос прямо, значит, надо сказать следующее. Значит, есть реальность, которая где-то вот находится, а мы с вами используем четыре характеристики, позволяющие нам эту реальность корректировать. Эти четыре характеристики, то самое время, мы все воспринимаем во времени. Хотя на самом деле, с точки зрения физики, время весьма относительно. Эйнштейн говорил, это такая навязчивая иллюзия, которую надо прогнать, из физики навязчивая, но очень навязчивая. Значит, ругал время страшно, потому что у него нет времени в формуле, не надо время для физики. Но мы с вами живем во времени, потому что мы себе представляем прошлое, будущее, нам нужно строить свои планы на будущее, нам нужно опираться на прошлый опыт, поэтому мы так разворачиваем. Мы живем в пространстве, потому что нам важно тут, что на нас напали и где дали поесть. И дальше мы живем в модальностях, это третья категория, и интенсивности. Что такое модальность? Цвет, свет, ну, цвет, тень, запахи, обоняние, сезание, это те рецепторы, которые у вас созданы. У вас созданы какие-либо, химические, запах, это что такое, реакционный химический, раздражитель, просто падает вам в нос, молекулы, и возникает химическая реакция. Да вот. Значит, физический, да, это эти, фотоны стреляют, ударяют в сетчатку глаза, вызывают соответствующую реакцию, и идет уже нервный импульс. И механический, это вот то, что я показывал, когда мял микрофон. Значит, вот это все виды рецепторов, по которым мы составляем. Звук, это что такое? Какой раздражитель? Физический, химический? Механический. Он ударяет, воздух колеблется и ударяет в барабанную перепонку. Там дальше одно за другое зацепляется, дает, дальше все пошло, 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 волна пошла внутренней улитки, внутреннего уха, а там рецепторы такие начали шевелиться, и из этих шевелений мозг принимает решение, что вы сейчас слышите. Ага, субъективность, лавливаете. Вот. Ну, если дальше развивать эту идею, этого рассказа, то мы тут придем и к знаменитой статье Нагеля, каким видит мир летучая мышь, и к большому количеству современных исследований, философских в области сознания, которые там называются квалию и прочими всякими делами. Вы живы еще? Ладно. Я могу прекратить любой момент. Вот. Значит, да, вот в общем я вам рассказал, что есть реальность, есть наши способы сборки этой реальности, и наши способы сборки, то, как мы ее воспринимаем, является частным субъективным случаем. И про что бы вы ни думали, вы всегда будете думать об этом в этих четырех координатах. Да, я не сказал про четвертую, это интенсивность. Яркий, блеклый, громкий, тихий, там и так далее, да, вонючий, еле ощутимый, да, вот, запах. Да, значит, соответственно, про что бы вы ни думали, вы это все превратите во временно-пространственно-модальностно-интенсивно-интенсивно-интенсивную штуку. Значит, я вас попрошу, если подумать, например, про физику. Вы же должны будете как-то представить ее. Физика же есть такая? Кто-то вспомнил, что было в школе, да? Вы уже во времени. Вот. Дальше вы вспомните, что, этот, как его, что физика, это там пространственные отношения предметов, как у Ньютона, например, да, астрофизика, понимаете, отношения пространственных предметов, поэтому, в пространстве, гравитация, это отношение друг к другу, неких предметов, которые притягиваются и так далее. И все это у вас будет притягиваются во времени. Они не притягиваются. Ну, правда, состоит в том, что Луна не тянется так к Солнцу, к Земле. Вот. Они просто находятся в отношении, которые создают эффект. Ну, не так нельзя тоже сказать. Ну, короче, но, видите, создают, мне надо, сказать, чтобы объяснить это. Я должен развернуть во времени. Нету там времени никакого. Да? Вот. Да. И, соответственно, вы физику будете представлять во времени модальность и интенсивность. Тяжесть, его притягиваются, тяжелое, тяжелое тянется, да? Я физический, этот использую, физический, кинестетический, тяжелое тянется, что? Вот. Тяжелое, это интенсивность. Луна легкая, Земля тяжелая, поэтому Луна тянется к Земле, а Земля к Солнцу, потому что Солнце тяжелее. Пространство, время, модальность, интенсивность и так далее, это любое, что, про что бы вы ни думали, вы развернете в этих штуках. Улавливаете. И поэтому мы заведомо субъективны, и поэтому мы всегда косячим. Вот. Но очень гордимся собой. Так, Семен Семенович, девятая страница, с картинкой. Семен Семеновича спросили, что такое философия? Диалог. Так что же получается, мы с вами уже сейчас философствуем, а вам непременно Канте с Гегелем подавай. Семен Семенович был в отчасти. И, видимо, поэтому застрелился. Ради философии стоило бы от нее отказаться. Не правда ли? Ну, как обычно, такие истории чаще всего начинают пониматься с ответом. Сначала бессмысленный, вроде бы, диалог. Мы же уже философствуем, а вам Канте с Гегелем. В общем, все, разругались, разошлись, позастрелились, все нормально. Ну вот, вопрос. Ради философии стоило бы отказаться от нее, не правда ли? Значит, о чем это? Как я вам сказал, мы с вами имеем в виде философии много всяких схем. способов описания мира. У Платона есть свое. Он там говорит про небеса. Вот это вот, где эйдесы там крутятся, человек в пещере, тень там на плетень там и так далее, и все. Кант говорит, там, вещь в себе, понимаете. Такая, все спрятано. Не узнаете никогда, закрыта таинственная вещь в себе. Но как-то так проявляется, ого-го. Ну, в общем, короче говоря, это все объяснительные модели. И если вы сейчас посмотрите, что такое изучение философии, то это изучение вот этих вот реликтов. Значит, согласно отечественной философии, Платона топает о-о-о-о. О, очень интересно. Все, чешим репу. Звучит мощно, пещера, все. Значит, согласно святому Августину, что согласно Августину, в связи с тем он святой, это вообще какое имеет отношение к нашему дискуссию, так сказать, непонятно. Вот, значит, и так дальше. Да, и мы с вами изучаем все время историю философии. Вот вы если подойдете к полке истории философии, там нету книг по философии. Потому что философия – это когда вы думаете, а думаете вы, когда вам кто-то сопротивляется. Кто говорит вам, так, секундочку, неочевидно. И вы такие, да ладно. И вы начали думать. И в этом мыслительном процессе вы и думаете, да, что есть, собственно говоря, основное – любовь к мудрости, к думанию, да, мышление о мышлении. Вот. А на полке-то что вам дают-то там? Вам дают, это, могилник. Ну, правда, похороненные люди. Вот. Все там мертвы практически. Ну, нет, живые, живые есть. Сигацки есть. Вот еще. Вот. Жижик живет. Вот. Он просто, конечно, доиграется. Да. Ну, вот, в общем, короче говоря, они там все живут. Да, ну, в основном покойники все. И вы читаете их модели. Вы от этого не становитесь мыслителями. Вы от этого не думаете. Вы просто узнаете, кто о чем думает. Вы можете сходить на рынок. Там тоже много хороших людей. И я не скажу, что они хуже тех, которые вот это. Тем более, что эти уже мертвые. Вообще ничего с них. На рынке хоть что-то мясо отрежут там. И у них у всех есть мнение. Ловите? Вот. Ну, это я шучу, конечно. Но правда состоит в том, что нельзя путать изучение истории и философии, как разные люди думали о том, что представляет собой мир. А нужно учиться думать. И это и будет настоящей любовью к мудрости. Сократ не написал ни одного текста. Улавливайте. Там, говорит, правда, чашку нашли. На чашке написано Сократ. Недавно открыли. Нары, нарыли. Ну, может, вранье. Вот. А может, его было. Чего подписал себе, чтобы не стырили. Там время было тяжелое. Вот. Короче говоря. Вот. Да. Он не писал. Он что, он и разговаривал? Он встречал человека и говорил ему. Ой, милый, благороднейший, прекраснейший. Что ты думаешь? Вот прямо не знаю. Я весь. Я не знаю. Я же ничего не знаю вообще. Вот про что-то. Он говорит, я думаю, что вот так. Он говорит, да ладно. А вот тут еще вопрос у меня такой. Еще вот это я хотел уточнить. А если мы с этой стороны посмотрим? И такой человек говорил. О-о-о. Что-то, Сократ, ты меня путаешь. Он говорит, я вообще просто ангел, не путаю никого. Но несколько вопросов у меня все-таки осталось. Вот. И он заставлял своих собеседников думать. Он развращал молодежь в мышлении. Я вам серьезно говорю. Это был один из пунктов. Это провозглашает новых богов, старых не уважает. Это он рассказывал про работу дефолт-системы, если кто-то не в курсе. Он прямо рассказывал. Дословно. У меня, говорит, там живут какой-то даймон, дух, который мне в какой-то момент, я задумываюсь, говорю, стою, не понимаю, что происходит, чувствую, что-то даймон мне сейчас нашепчет. И он говорит, делай так. Это классическая работа дефолт-системы мозга. Неужели они так работают? Мы это выяснили, не побоюсь этого слова, в 2001 году. Сократ это, соответственно, произносит, как вы понимаете, 2500 лет назад. Да, вот его казнили за работу дефолт-системы и за развращение молодежи, которой он задавал вопросы про то, что эта молодежь думает. Потому что важно же, чтобы она думала. Потому что если она просто воспроизводит какие-то конструкции, которые ей дали, а тут же какой еще ирония-то? Сейчас еще это стало особенно заметно, потому что время ускоряется. Вот молодежь получает инструкции от людей, которые жили в другой реальности. Ну вот, я родился, сформировался не только в Советском Союзе, если кто-то помнит такое. И вот я могу какую дать рекомендацию, как жить человеку, который вообще сформировался в других условиях. Его мозг зрел при другой, так сказать, погоде, радиации и так далее. Что я могу сказать? Я ничего не могу сказать. Но молодежь, она что, она что-то надыскает и ходит с этим, и всем сообщает. Потому что в молодости все ясно всегда. Ничего не получается, кругом враги, но ясно все предельно. Это противоречие, если кто-то читал «Красную таблетку». Значит, соответственно, да, и молодежь надо учить думать. Чтобы она умела собирать интеллектуальные объекты со своим мозгом, в своей среде, для своей жизни. И ее нужно все совратить. Такой план. У Сократа был, я ни при чем. Вот. Значит, ну, возвращаясь к рассказу, да, вам Канты с Гегелем бы давать. Не путайте историю философии и представление различных людей о том, что такая Манада. Манада. Знаете, что такое Манада? Я сомневаюсь. Там столько этих определений Манадад у всяких разных людей, что когда вы к нему доберетесь, станет, конечно, вообще непонятно, о чем речь. Вот. Потому что у всех разные представления, разное видение этих моделей. Вот. И наша задача учиться построению мыслей, созданию интеллектуальных объектов, а не вот этим конкретным вещам. Категориям Аристотеля, Эйдесом, Платона и так далее. Знать это для общей эрудиции неплохо, вот. Но вычитывать из них нужно другое. Давайте еще одну историю закончим. Это, да? Вы устали все? Они не отвечаете несерьезно. Так, давайте я вот... Да. Что важно? Здесь еще много рассказов посвящены самоучителям по философии, которые, как я надеюсь, являются именно самоучителям и именно по философии. Да, вот. Они посвящены как раз языковым играм в связи вот с тем, что я вам говорил выше про Витгенштейна, про лингвистический поворот и про то, что ударил по столу и сказал, пора, значит, от построения ахинеи в облаках переходить к мышлению конкретному и разумному. Страница 17. Семен Семенович общался с физиками и полюбил слово «процесс». Потом попал в компанию юристов и разлюбил это слово. Последнее послужило ему поводом, чтобы... К тому, чтобы застрелиться. Вопрос. Когда Семен Семенович совершил ошибку? Значит, ошибка очень простая. И это простая история, тут не надо сильно напрягаться. Значит, мы действительно очень верим словам. Например, когда вам говорят, что вас любят, вот, а вы хотите, чтобы это было правдой, вы не интересуетесь, что имеется в виду. А имело бы смысл уточнить. Ну, в избежание дальнейших этих нюансов. Вот. Да. И мы, значит, очень верим словам. И мы думаем, что мы можем на них полагаться. И вот главная проблема языковых игр состоит в том, что нам кажется, что когда говорят какое-то слово, мы знаем, что оно значит. И что оно значит что-то настоящее. И на это можно полагаться. На самом деле язык вообще вещь очень специфическая. Она создавалась тоже эволюционно. Если вы почитаете замечательные всякие разные работы, которые возникли уже, конечно, позже Вегенштейна, это Нам Хомский со своей лингвистикой структурной. Если вы почитаете современного Пинкера прекрасного, блестящего. Если вы почитаете Лакоффа. Если вы узнаете, что такое язык на самом деле. И вот этого Миллера, который выяснил тут я, это я где-то написал в этой, в троице, да. Он же посчитал, что мы с вами пользуемся обычно. Значит, из ста тысяч слов, которыми запомнили свой мозг, пятью тысячами, да. А остальные девяносто пять оставляем для соблазнения. Чтобы, если человек начал сыпать какими-то сложносочиненные фразами, явно, что-то он тут затеял, так сказать. Да, ну, это понятная эволюционная вещь. Если вы можете запомнить много слов, то у вас мозг способен решать более сложные задачи, чем тот, кто способен запомнить три слова, правильно? И, соответственно, если мужчина демонстрирует лингвистическую эрудицию, то есть вот может прыгать этими терминами, производить в каком количестве, то сразу девушки думают, что он может и потомство вырастить. Ну, есть мозгита. Нет, я сейчас открою. Вот, да, и это сексуально. Ну, вот, поэтому юношам на заметку. Да, вот, но, если говорить серьезно, то любая наша вера в слово, да, и есть, собственно говоря, и есть ошибка. Значит, вот следующая тоже картинка, 25-я страница. Было в Инстаграме, кстати. Семен Семенович, вам какого вина? Красного или белого? Мне, пожалуйста, каштанового, с таким бордовым оттенком. Что вы ждете от философов? Значит, вот, это вопрос, конечно, не про вино. Ну, вот, хотя Ингина верит, что-то там обещали нам. Вот, да, это то, что, все, что может сделать философ, он может вам предложить какой-то набор слов. И, соответственно, если вы пытаетесь понять слова, которые они используют, то, как правило, вы точно садитесь в лужу. Значит, в этом смысле Хайдеггер, например, на мой взгляд, поступил просто самым блистательным образом. Он придумал слова, которых не существует. Вот, и сказал, если хотите разобраться, слухайте. И дальше вы сидите и ощущаете, так сказать, поток мыслей, который весь состоит из интуитивно понятных каких-то слов. Вот бытие, например. Это твое вот бытие, я сейчас сказала. И ты такой сидишь и думаешь, но бытие, ладно, ну вот я тоже пойму, но вот бытие, это почем, да? Вот, и так далее. Он составлял сложные, сложносоставные слова для того, чтобы вы не прочитывали в его словах сразу то, что кажется... То, что я могу вам сказать. Ваша душа, ваша, как бы, экзистенция, ну, я уже начал слова использовать, никого не соблазняю, просто... Да, ваша экзистенция, вот, она, значит, когда поймет, что сейчас все конец и смерть, она так вздрогнет, и вы ощутите, когда проснетесь и начнете думать. Ну, просто же сказал, да? Всем понятно все, да? Можете уходить. Философия Хайдеггер закончилась. Вот. Но он что делает? Он создает сложные языковые конструкции, в которых вы пока прерываетесь, вам приходится столько создать гипотез, представление, что он несет, этот человек, понимаете? Вот. И пока вы все про это проламываетесь через этот невыносимый текст, у вас и формируется огромное количество, как бы, оттенков, аспектов этой, вот, казалось бы, очень простой мысли. Да, Хайдеггера можно пересказать на одной странице, человеческим языком. Ну, в общем, надо осознавать собственную конечность, понимать, что, в общем, он близок, и дальше вот это истина, не надо тоже далеко ходить, она не закрыта, и так далее. В общем, короче говоря, ну, на страницу, ну, полторы, две, полторы, вот, можно изложить, но всю эту красоту, сложность этой конструкции, объемность этого знания вы не сможете получить. Вот, потому что вы верите словам, потому что у вас красного или белого. Но не бывает красного или белого вина, вы понимаете? Бывает каштановый такой, с бортовым оттенком. Вина-то, вы же видите, да? Но мы пользуемся словами красное или белое. Иногда смотришь, где оно белое. Белое – это другое. И там градус по-лучше. Но оно тоже не белое, кстати. Хотя зовут беленькое. Оно прозрачное даже. Медицинское, скажем. Он не создал вот языковую игру, которая бы проясняла его схему. У меня есть целый архив, я купил гусер. Ну, там, рабочую. Наукционную, за деньги, большую. Хорошую гусер. Вот. Но не создал этого, и все завалилось. И феноменология померла. Понимаете? Потому что вот это умение в белом, в красном видеть каштановый такой, с бордовым оттенком. И когда вы вот это создаете, из экзистенции превращаете в бытие, и потом это бытие выгружаете в эти дозайны, дозманы и так далее, и так далее, и все это у вас туда дальше. Вот тогда и сложности возникают. Поэтому языковые игры, это еще вам не просто так. Ну, и давайте про последнюю языковую игру. Ну, не последнюю, а просто здесь много историй про языковые игры. Они разные, значит. Семен Семенович всю жизнь мучился вопросом, почему о смерти говорят, как о вечном покое. Ну, не очевидно же, согласитесь. Пришло время это проверить. И он застрелился. Как можно проверить языковую игру? Видите, я вам сейчас так красиво рассказал про Хайдегера, рассказал, как можно построить язык, создать сложность, заставить нас, как бы, все это попытаться через себя пропустить. Как-то это. А с другой стороны, мы всегда с вами остаемся в заложниками языковых игр. Потому что, если он застрелился, то он не может проверить, вечно это покой или нет. Улавливайте. Потому что его уже нету. Нету того, кто может проверить. Да? Проблема состоит в том, что точно так же, как мы заперты внутри своего способа существования, про который я вам говорил, пространство, время, модальность и интенсивность, точно так же мы заперты в пространстве собственного языка. Как говорил Витгенштейн еще в логе-философском трактате, границы моего языка определяют границы моего мира. С одной стороны, это позволяет за счет увеличения языка усложнять границы нашего мира, но с другой стороны, понятно, что мы никогда их не покинем. Поэтому языковые игры мы можем критиковать, но лучше, как бы сказать, их все-таки использовать. Ну, использовать существующий в них потенциал. Ну, и закончить я хотел одной историей. Потом отвечу на вопрос, если у кого-то они останутся. И вот, а сейчас последняя история. Сначала Семен Семенович застрелился, потому что думал, что это правильно. Потом Семен Семенович застрелился, потому что думал, что это нужно. Еще чуть позже Семен Семенович застрелился, потому что ему показалось, что пора. Ну, и кончилось все это у разбитого корыта. Есть ли некий глубокий смысл у противоположности? Почему я решил закончить этой историей? Значит, мой Семен Семенович регулярно стреляется. Значит, задача этой стрельбы, вот, не провоцировать Роскомнадзор, вот, и не пропагандировать что-либо, связанное со смертью. Более того, я являюсь профессиональным дипломированным суицидологом и должен вам сказать, что чем более в комической форме используется понятие суицида, тем меньше шансов, что кто-либо его совершит. И это профилактическая, профилактирующая вероятные суициды книжка. Ну, вот, но на самом деле речь идет с одной стороны. Это создает вот тот хайдергеновский разбег, да, потому что мы все время сталкиваемся с вопросом собственной конечности и ответственности за собственную жизнь, за свое вот бытие, за свой, так сказать, дозаин. А с другой стороны, это действие, оно может быть заменено на любое другое. Сначала Семен Семенович женился, потому что думал, что это правильно. Потом Семен Семенович женился, потому что думал, что это нужно. Еще чуть позже Семен Семенович женился, потому что ему показалось, что пора. Ну, и кончилось все у разбитого корыта. Вот, способы чтения книги, мне кажется, они разнообразные, они веселые, и они, как бы, тренирующие нашу думалку. Что, на мой взгляд, и есть философия? Засим я заканчиваю свою речь, вот, и сейчас отвечу на какие-то ваши вопросы. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Дорогие друзья, буквально 10 минут, нас остается до автограф-сессии, возьмем несколько вопросов. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Вы вот говорите, что когда вам говорят, что вас любят, нужно уточнять, что имеется в виду. Я вот уточняю, и что-то как-то вообще не очень. Но дело не в этом, я и к чему. В книге «Чертони разума» под слоганом «Убей в себе идиота» там как раз описаны механизмы, там интерпретативные коры и так далее, и тому подобное, и субъективность всех наших, вообще всего нашего всего. И вопрос, он, собственно, в чем? Если мы так аутично друг от друга оторваны субъективностью, каким образом мы находим друг с другом взаимодействие, и еще настолько, что наша популяция достигла 7 миллиардов? Спасибо. Ну, значит, там просто у вас много аспектов в вопросе, вы разные темы затронули. Значит, ну, по поводу любви, это самоучительник уже будет не по философии, а по психологии, он выйдет где-то через месяц. Ну вот, вторая серия историй про Семена Семеновича, и там будут как раз про всякие разные чувственные сферы. Ну вот, я вам сказал, что мы не можем выпрыгнуть за пределы языковых игр. Я вам сказал, что любая модель, которую вы создадите, будет неточной. Есть способы, и они действительно, как бы сказать, могут вам позволить чуть ближе приблизиться к реальности и получить чуть более точную реконструкцию. В этом смысле то, что мы делаем в рамках Академии Смыслов, мы как раз учимся создавать такие более объемные реконструкции. Вот, начинаем на красной таблетке, а, собственно, сами реконструкции производим на чертогах разума, потому что это очень непростое дело про то, что вы спрашиваете. Значит, у вас есть подозрение, что вот как-то, видимо, какой-то парадокс, что вот люди, значит, не могут друг друга понять, если исходить из нейрофизиологии, но при этом они вот так коллективно, офигенно действуют. Ну, я вам должен сказать, во-первых, что наши 8 миллиардов сейчас обусловлены вовсе нехорошей коммуникацией людей, они обусловлены антибиотиками, они обусловлены обезболивающими, они обусловлены антисептикой и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, это не вопрос прямой коммуникации. То есть, если бы мы просто с вами коммуницировали, а мы много столетий, начиная с Сократа, 2,5 тысячи лет, 2,5 тысячи лет коммуницировали, и как-то до 8 миллиардов как-то, а тут за 100 лет скакнули с миллиарда до 8. Вот, это не вопрос того, что мы друг друга хорошо понимаем. Второе. Значит, приматы, наши братья меньшие, вот, прекрасно функционируют коллективами. Вот, даже сейчас есть доказанная война. Да, проводили следую записи. Воевая, воевая, воевая. Но мы с вами придурочные, ну, приматы, воинственные. Вот, шимпанзе, одна группа, они раскололись и стали воевать друг с другом. То есть, они даже войны способны вести, и у них нет языка, да? Потому что огромное количество вещей мы понимаем не из языка. Вот, когда приходит к вам ваш близкий человек, домой, вы что сначала, как робот у него спрашиваете, сколько сегодня ничего происходило, там, да? И потом говорит, о, у тебя на плохое настроение. Нет, он заходит, и вы понимаете, плохое настроение. И как бы так спросить, что происходило, для того, чтобы не получить побалде, правда? Вот. Огромное количество информации, которую мы получаем, мы считываем не через язык. И, наконец, третье. Мы с вами находимся в одном общем поле языковом. И когда мы друг с другом коммуницируем, то мы, сами того не замечая, договариваемся о том, что мы будем понимать под данным конкретным словом. Ну, вы как-нибудь орудовали на чужой кухне? Значит, вам говорят, ну, ты возьми там ящики. И вы такие стоите. Потому что для вас ящик значит другое. Потому что вы привыкли соотносить слово ящик на кухне с чем-то, с чем вы соотносите на своей кухне. И возьми он кастрюльку, которая там дюралево-алюминевая. И вы такие, какая из них гироголя, какая из них алюминий. Вообще непонятно, да? Ну вот. И у нас мы просто по огромному количеству вещей друг с другом договариваемся не потому, что мы используем значение слов, а потому, что мы используем обозначение физических или каких-то поведенческих актов с помощью определенных звуковых раздражителей. И когда вы говорите вот так кастрюля, вы не имеете в виду, что кастрюля – это круглая, это цилиндрическая форма, там с ручками, там и так. Что требовал бы язык, да? И почему сложно искусственный интеллект обучать? Что он требует, вы как-то скажите мне по-человечески. Он вообще значительно более здравый, чем мы. Он говорит, вы вот это вот сказали. Вы сами понимаете, что вы имели в виду? Вот. Да. Хочет вечного покоя. А, тут есть история. Семен Семенович влюбился, теперь понял, что такое застрелиться от счастья. Да? Ну вот. Дайте это. Пусть искусственный интеллект порешает. Он что вам на это скажет? Все, баги. В системе баги, скажут они. И будут правы. Вот. Да, поэтому наш язык, конечно, дефектен. И наше, как бы сказать, взаимодействие, оно идет через просто большое количество самых разных каналов, большое количество договоренностей. Ну вот, потому что мы все с вами верим в огромное количество вещей. И вера в эти вещи позволяет нам, как бы, играть в одни и те же игры. Например, мы все с вами играем в игры денежные. То есть вот раньше, когда вы долго-долго поработали, месяцы, ну там авансы еще, вот, и вы приходите к кассе, и вам дают несколько бумажек. В кассе берешь бумажки и смотришь на них. И думаешь, не буду смотреть, да, и чтобы не расстраиваться. Вот. Смотришь бумажку, на которой написано, сколько тебе дали бумажек. Там такие еще бумажки давали, не знаю, как у вас. Это, ну, я в психбольнице работал, бывает. Вот, да. А сейчас вообще же даже что-то тебе капнуло, упало, куда-то причем, да, вот, и все такие, ну, зарплату получил, получил, да. Почему вы можете играть в такую странную игру? Потому что другие тоже играют. И когда вы придете и скажете, можно я карточкой заплачу? То есть приложу одну фигню к другой фигне, и мне отдадут что-то настоящее. Да? Вот. Они все играют в игру под названием «Деньги». Как только они перестанут доверять этой игре, так вот, керенки, помните были? Ну, вы не помните. Я тоже. Вот. Ну, они были, а потом раз, и говорят, «Не надо нам, керенки, мы в этой игру не играем. Нам давайте что-нибудь посолиднее». И все, договорились. Вот. Короче говоря, да, мы просто присутствуем в огромном объеме всяких разных игр и договоренностей, которые напрямую не связаны ни с языком, ни с мышлением, а являются просто поведенческими такими штуками. Они, как вы понимаете, деньги появились не вчера, вот, и эти, как его, эти ракушки и так далее. Сейчас денежные системы нашли чуть ли не 10 тысяч лет назад. Уже денежные системы всякие. Потому что, знаете, что, это, они нашли ракушки аккуратно сложенные в той части Европы, докуда по тем временам невозможно было их донести с моря, где они находились. И поняли. Чего-то обмен. Ну, ученые, антропологи, ученые, ракушками занимаются. Вот, да. Короче говоря, не будем преувеличивать нашу гениальность. Действительно, мы неплохо играем в разные игры, и не только языковые. Здравствуйте. Я здесь? Вот у меня вопрос по поводу мышления. Какой, на ваш взгляд, навык обеспечивает наибольшее конкурентное преимущество в 21 веке у человека? Ну, на мой взгляд, вот, у меня есть определение мышления. Вот. Я им очень горжусь. Ну, вот, слушайтесь. Мышление – это способность создавать из объектов по прочим, объекты посложнее. Значит, вот, это выглядит как полная хинея. Вот, но я вам должен сказать, что это отвечает на ваши вопросы. Потому что, значит, мы с вами живем в мире, в который нам предлагают очень комфортное существование, и вы, по сути дела, постоянно имеете дело с интерфейсами. Причем в интерфейсах в очень широком смысле этого слова. У вас интерфейс компьютера, интерфейс смартфона. Но даже со знаниями вы имеете дело с интерфейсами. То есть, некой упрощенной конструкции. Вы представите себе разницу между интерфейсом компьютера и тем, что за этим интерфейсом стоит? И что фактически создает это все хозяйство, которое вы там считаете тогда? Разница колоссальная, согласитесь. Но мы привыкаем жить в этих интерфейсах. Мы открываем Википедию и читаем там про Кикегоры. Или про Спинозу можем там прочитать. Там написано. Но это вообще не имеет никакого отношения к тому, что там вообще можно про это знать, если вы понимаете, что за этим интерфейсом стоит. И вот мы привыкли сейчас работать с очень простыми объектами. Ткни на кнопку, получишь результат. Заведи строку, получи, нажми на первую ссылку. У нас же компьютер сейчас, ну, поисковые системы, они... Кто-то украл книжку. Они поисковые системы сейчас, они даже вам ранжируют. То есть вот раньше приходишь в библиотеку, а ну, напротив, я ходил вот это. Там такие комнаты, и эти стоят тумбочки с карточками. И ты подходишь к ней и думаешь, что бы куда-нибудь забить. И они там, они по алфавиту, там, по категориям, там, ну, там разные. По фамилиям авторов. Разные. Каталоги. Но нет по значимости. Википедии нету. Сейчас забиваешь слово, слово, любое. Первое будет, что вам выкинут? Википедия. Нажми на кнопку, получишь результат. Все просто будет и понятно. Улавливайте. Так вот, если говорить про конкурентное преимущество, это умение, и это требует от вас героизма, отказаться от интерфейсов, отказаться от простых интеллектуальных объектов. И понимать, что за каждым простым интеллектуальным объектом, на самом деле, скрывается сложный интеллектуальный объект, если вы способны его создать. Если вы способны его своим мозгом реконструировать. И если вы можете увидеть его внутренние взаимосвязи. Только в тот момент, когда мы можем проникнуть в суть той сложности, которая стоит за интерфейсами, с которыми мы имеем дело, и не верим википедии, а проверяем, узнаем, собираем дополнительную информацию, читаем книги и так далее, и так далее, и так далее, вы получаете конкурентное преимущество. Потому что, когда вы уходите дальше соревноваться с кем-то, а вся наша жизнь это соревнования с другими людьми, они будут мыслить объектами примитивными, а вы будете мыслить сложными. И это позволит вам сделать такие шаги, которые будут более эффективны, потому что они учитывают большее количество аспектов ситуации, они лучше картируют реальность, соответственно, ваши маршруты в этой реальности будут быстрее, лучше, точнее, и вы выиграете у тех, кто не мыслит, потому что им очень нравится, и это очень удобно, пользоваться простыми ответами, простыми интеллектуальными объектами, простыми интерфейсами, а не тем, что за ними скрывается. Смотрите, раньше говорили глубже, сейчас смотрите, за. Ну что, дорогие друзья, последний на сегодня вопрос. Последний на сегодня, я думаю, все же обвиняю. Добрый вечер. Андрей Владимирович, я имею какое-то представление о вас, как Семенович Мандариново Малерия, уверен, что вы знакомы с теорией Мартина Селегмана о выученной беспомощности и приобретенном оптимизме. Не дайте мне застрелиться. И, собственно, вопрос в чем? Можно ли развивать оптимизм как стиль мышления? Как психолог можете объяснить, как доктор? Ваше мнение. Спасибо. Значит, ну, во-первых, конечно, Мартин Селегман – выдающийся тядька, вот, и его обусловная беспомощность позволила нам в свое время понять действительные механизмы формирования депрессии. У меня есть книжка «Средства депрессии», вот, где я подробно объясняю, что Селегман сделал для нашей науки. Ну, вот, потом он даже немножко, я где-то писал статью, как Мартин свихнулся, вот, он написал книжку про счастье, вот, и это, конечно, полная муть, вот, от начала и до конца. Вот, на счастье он свихнулся не окончательно, хотя он точно гиперминиакален, вот, да, и он свихнулся не одна из... И сказал, что это была, конечно, поспешная штука. И он дальше от изучения счастья перешел к, как бы сказать, к каким-то более аккуратным таким стратегиям, вот, для объяснения того, чем он занимается. Понимаете, что случилось? Мы действительно всю дорогу изучали патологию. Мы изучали психическую патологию, мы изучали там... ну, всегда. А зачем изучать здоровый организм? Вот он заболел, возник вопрос, а что болит? Вот. Сразу начали изучать печень, почки, почки и селезенка. Вот. Поэтому мы, конечно, все время шли по изучению, как бы, с негативного сценария. Значит, и дальше все психотерапевтические техники и все вот эти направления по развитию чего-то в себе шло от патологического начала. Вот. Вот. И, как бы, неврозы, комплексы, там, у Адлера комплексы, у кого, значит, у сексуальные комплексы, у Фрейда и так далее. И дальше все. Это, в общем, не менялось в это же когнитивные искажения, то есть когнитивные ошибки, иррациональные мысли в когнитивно-поведенческой психотерапии и так далее. Вот. И это действительно новое такое течение, вот, изучение того, можно ли зайти со стороны счастья. Вот. Я вам должен сказать, что я подробнейшим образом ознакомился со всем, что он делает на русском и на русском языках, потому что я считаю его выдающимся дядькой, как я уже сказал. Вот. И я вам должен сказать, что ответы, которые он дает, они достаточно, они достаточно, ну, они хорошие. Значит, ответы эти состоят в следующем. Значит, первое. Вы должны быть заняты делом. Хороший ответ, да? Вот. Вы должны ценить других людей. Хороший ответ, правда? Да? И у вас с этими людьми должны быть совместные планы на будущее. Все. Точка. Значит, вот, в принципе, это рецепт, который родила гора по имени исследование счастья. Эту мышь она родила. Но вот мышь неплохая. Вот. Мышь такая жизнеспособная. Вот. И если мы действительно будем работать, а не дураковалять, вот, будем ценить людей, которые рядом, и еще у нас будут с ними какие-то совместные планы, вот, то, в общем, жизнь действительно станет лучше. Вот. Вот. Я не знаю, не понимаю, как это может соотноситься со своим мышлением, если понимать под мышлением действительно нашу способность создавать более сложные карты реальности, вот, чем те, которые, собственно говоря, строятся нашим мозгом на автомате с большим количеством когнитивных искажений и прочих ошибок. Ну, вот. Но мне кажется, это хорошее правило. И если мы себе задаем вопрос, счастливы ли мы, а потом спрашиваем себя, работаем ли мы, оценим ли мы, а есть ли у нас совместные планы, то, в общем, понимаем, что есть куда стремиться, и счастье, возможно, нас еще где-то ждет за поворотом. Да? Ждет? Тогда заканчиваем. Обязательно. Обязательно. Обязательно спасибо, Андрей Владимирович. Дорогие друзья, как обычно, мы сейчас переходим к автограф-сессии. Давайте сформируем одну, в общую очередь, с левой стороны отцены. По пандусу, по одному, поднимаемся, Андрей Владимирович. Просто заранее подготовить книги. Открывайте, пожалуйста, на той странице, где вы хотите получить автограф. Кто еще не успел книгу приобрести, пожалуйста, на выборке, еще остались. А здесь здесь, вот, пожалуйста, берите, да. Подходите сюда. Условия участия в розыгрыше написаны на самой открытке. Подойдите и возьмите, здесь можно будет поучаствовать. Теперь вот я, наверное, прощусь в розыгрыше. Большое спасибо, Андрей Владимирович. А помышление в розыгрыше? А помышление в розыгрыше? А помышление было в студоме книги. Здравствуйте. Присоться. О, как? Спасибо. 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 Саша, а можно такие? Да, прекрасно, да? С каррушками. Ну, я уже показал. В первую очередь, красный попробуйте. Ну, красный будет. Красный по цвету, вероятно. Она синяя сама, да? Должна быть синяя, сейчас. Ага. Нормально? Она тоже. Хорошо, сейчас. Синяя. 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 Ну, конечно, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно, сюда-сюда-сюда. Ну, это я уже раз. Ну, я не хочу. Да, короче. Оперативно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...